Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С. Какую компанию вы представляете? Да, привет, Настя. Меня зовут Камиль. Я представляю компанию Advanced Shop. Мы платформа для онлайн-продаж. С какими целями вы сегодня приехали на мероприятие? Да, у нас сегодня большой стенд. Мы рассказываем про новую модель онлайн-продаж. Про то, как, вот с учетом всего, что происходит на рынке, небольшому, среднему игроку все-таки выжить и хорошо продавать и зарабатывать. Но ритейл сегодня меняется очень быстро, а Ecommerce еще быстрее. За какими решениями охотятся игроки рынка? Ну, у всех одна большая проблема – это заработать. С учетом того, что крупные игроки просто сжирают весь рынок. Мы говорим о Зон, Вайлборис, Яндекс, Пандау и так далее. Поэтому здесь приходится работать с клиентами. То есть нужны решения, которые помогут людям эффективнее продавать. Ну, а вот, Камиль, как считаете тогда, какие решения помогут продавать? Ну, помогут те решения, которые выстроят новую модель онлайн-продаж. То есть те, которые позволят там собирать контакты, работать с трафиком более эффективно. Которые позволят повышать средний чек, допродавать. Те, которые позволят работать с базой и таким образом увеличивать повторные покупки. То есть вот три основные компоненты, которыми нужно заниматься текущим всем игрокам. Это увеличение количества клиентов в базе и превращение этих клиентов в своих лояльных клиентов. Средний чек – вторая история. И третья история – это допродажи. И вот три такие большие истории. Российские онлайн-магазины ведут ожесточенную борьбу с китайскими. Как вы считаете, что может помочь нашим игрокам? Ну, я давал уже комментарии. На самом деле здесь нет такой борьбы с китайскими магазинами, я считаю. Я считаю, что есть просто такая вот, ну, не знаю, иллюзия рынка. Или, может быть, мнение рынка, что есть какие-то китайские магазины. Есть китайские товары, которые реально дешевле. А не просто дешевле, да. Ну, я не знаю, там какая-нибудь штука. Вот у нас там есть кейс, например, мы помогаем людям решать задачу, да. Там какие-то, ну, стопка, например, там три стопки стоит 100 рублей в закупе в Симуленде, да. В Китае не стоит 50 рублей, а продается вроде там за 500-600 рублей. Ну, вопрос. То есть наши производители могут выдать такую себестоимость и продавать эти товары? Ну, конечно, если они не могут, ну, конечно, будут китайские продавать. Как бы там вот разные эти ассоциации наши любимые, да, не лоббировали свои интересы и не пытались как подменить две термины, да, магазины и производители. Вот, поэтому я считаю, что здесь вопрос не в товаре и вопрос не в Китае. Вопрос в том, чтобы надо с людьми работать. То есть нужно людям давать ценную какую-то историю. То есть если конкурировать только по цене, ну, словно говоря, у нас дешевле. Всегда найдется тот игрок, который дешевле всех. Ну, мы знаем, кто это будет, да. Мы понимаем, те, у кого есть трафик. Это Mail.ru, Яндекс.ru, ну, Алиэкспресс, потому что у них просто тупо дешевле все закупается. Все остальные, ну, еще пару нишевых крупных, остальные просто сдохнут. Вот. То есть не будет вот этого большого рынка этих игроков. Будут нишевые игроки, с которыми научатся работать с клиентами и которые будут давать им какую-то дополнительную ценность в виде статуса, в виде каких-то эмоций, в виде каких-то изменений жизни клиента, трансформации клиента. И будут большие, мега-озоны в России. Вот. Тау-Бау и так далее. Они уже есть. Беру-Ру, все их знают, да, Озон и так далее. Я думаю, два-три игрока крупных останется через три года. Все вот это мелкое, все среднее умрет. И будут мелкие нишевые игроки, которые будут знать свою базу и работать с ней. Ну, и финальный вопрос. Если смотреть в глобальном плане, то какие проблемы стоят перед игроками электронной коммерции? Ну, перед игроками электронной коммерции стоят несколько вопросов. Если говорить про российских игроков, то, конечно же, нас всех мучает вот это законодательство. Это просто издевательство, я считаю, над людьми. Просто издевательство. Ну, сколько можно уже игроков, рынков, уже просто, ну, уже, значит, формат 1.0, потом 1.05, 2 чека, сейчас 3 чека будет, потом 5 чека будут они выдавать. Ну, просто какой-то крындец. Вот это первый вопрос. Второе. Ну, понятно, технические решения уже, в принципе, все нормальные. Здесь просто не хватает таких вот компетенций, обучения, чтобы выстроить работу с рынком. Вот. Это, наверное, второе. Все остальное, в принципе, рынок развивается активно. Все огромные молодцы. Магазины прям очень живо работают. Прямо здорово. Ну, законодательство, чтобы просто было прозрачно, неизбыточно. Ну, зачем эти чеки, я не понимаю. Я никак не пойму. Вот на хрена они нужны? Я не знаю. Вот. Это первое. Второе. Ну, что? Технические решения все есть, все нормально, все развивается, трафик есть, люди хотят, люди покупают в интернете. Действительно, это все нормально. Вот. Где-то нужно работать по-новому уже, да. По-старому уже работать не получится. То есть, нужна такая вот, ну, новая модель, мы это называем, работы. Когда, ну, люди, понимаете, как, они привыкли, там, трафик купили в Яндексе, отправили на магазин. Конверсия 1-2%. Все. Ну, невозможно работать. Нужно работать по-другому, по-новому. С базой работать, работать с запродажами и так далее. Вот, я считаю, вот это вызов. Спасибо огромное. Спасибо, Настя. Все. До свидания. ЕКОМ ЭКСПО 2019 Ритейл.ру Фирма 1С